всем привет привет а рада вас видеть снова на своем канале сегодня мы с вами посмотрим расклад о вас какие качества любят вас другие люди позиции видите перед собой тайм-коды есть напоминаю что пятницу у меня выходит анонс разделе сообщества про близ консультации приходите буду рада вас видеть мы с вами приступаем и так позиция номер один голубенький камешек какие качества любят вас другие люди не буду разделять сейчас на категории а просто в общем посмотрим какие качества любят вас другие люди аркан шута непредсказуемость непредсказуемость легкость улыбкам общительность человек который постоянно идет как во что-то новое до человек который живет по своим каким-то принципам правилам человек который живет вне границ рамок человек который очень любит свободу да то есть свободу слова свободу выражения свободу в действиях свободу какого-то образа жизни который вы знаете сами достигли и других как будто бы заряжаете да вот это вот легкость и улыбка в первую очередь да здесь выходит какие качества еще любят вас другие люди так интересно было девятка мечей до какую-то вот возможно тревожность хочется сказать чувство вины да вот но праве посмотрим следующим вопросом почему вас любят вот это вот вашу какую-то мнительность что ли вот это вот чувство вины и тревожность не знаю может быть на основе этого можно вами манипулировать не знаю посмотрим так еще что еще смотрим да какие качества любят вас другие люди королева пендакли ну во первых вы прекрасны да прекрасно ваше тело хотя из этого могу сказать что вы какой-то знаете такой идеальный человек для людей не для всех именно для той категории с которой вы взаимодействуете в плане того что вы прекрасные как легкие на подъем в своей душе также прекрасным своей королеве пендакли да то есть в своей заботливости ям своей какой-то такой знаете стабильности устойчивости преданности люди любят вашу преданность что на вас можно положиться что вы можете поддержать других людей хочется сказать что вы умеете копить деньги да то есть вам можно доверять финансы и чтобы вот вы вместо банка копили например какие-то деньги есть у вас это качество либо как-то приумножать что-то да то есть вам дают условно говоря один килограмм сахара вы всегда возвращаете уже полтора-два да то есть большей степени человек такой заботливый к вам обращаться могут хозяйственные да если вы например знаете в каких местах есть какие-то скидки какие-то полезности до для людей то есть можете указать на источники на ресурсы что вот здесь вот есть все что вам необходимо с другой стороны вы как будто бы являетесь как базой такого хранения но например если нужно какой-то там счет да где-то что-то оплатили не помню вот вас всегда найдутся вот эти вот чеки возможно вы храните какие-то документы вот у вас это все можно найти ну и конечно же вот это вот ваша мягкость умение создать уют комфорт как этот баба-яга да который сначала не с плохой точки зрения с хорошей да которая сначала на корме добра молодца баньки искупает на пояс спать уложит а вот только поутру уже начинает с вопросами приставать вот такой человек так который заботится больше о других людях о комфорте удобстве умеете создавать атмосферу да вот это вот теплоту очаг а вот вы являетесь действительно хранителем очага вот эти вот качества у вас любят другие люди почему почему у вас любят шута да вот то что я говорила потому что окан мира потому что вы даете таким образом как-то знаете заражаете заражаете других людей двигаться вперед да вы как будто даете надежду хочется сказать своим собственным примером не словами своим собственным примером что можно по-другому да возможно даете возможность посмотреть на ситуации по другим углом так как ранее невозможно было посмотреть возможно как-то мотивируете людей на движение на то чтобы бывать в новых местах то есть вы являетесь одновременно завершением и начала для других людей то есть какие-то перемены перемены бывают то есть вы даете людям вот это знаете силу силу которая помогает не знаю двигаться дальше то есть например смотришь на вас на потом вы передали какую-то информацию человек так загорелся да и он тоже ее захотел да и я тоже так хочу не знаю изучайте либо там не знаю говорить красиво на каком-то языке но человеку просто это раньше нравилось и он не задумывался а вот услышал а из ваших уст и говорит вот пойду я очень тоже этот язык вот что-то здесь такое так почему любят вас девятку мечей вот эту вот мнительность и тревожность сразу 2 2 2 аркана выпало короля жезлов и королева кубков почему знаете вот здесь хочется сказать что вот возможно для мужчин если вы женщина это качество да но как будто бы показывает выражение вашей любви и что ли вот это вот ваша тревожность по королеве кубков например за мужчину ну вот мы говорили что у вас есть это качество заботы как будто бы показывает но дает мужчине вот это вот значимость да он как будто вы самоутверждается за то что вот она обо мне тревожится беспокоиться значит она меня любит а то есть здесь вот какие-то такие моменты могут происходить почему еще почему еще потому что вы знаете вот через ваши вот эти вот какие-то негативные аспекты да вы их можете как-то перевернуть в позитив по королю жеслов да то есть вы вот в каких-то тревогах находите что-то позитивное там я не знаю какая-то неудача с которой вы столкнулись либо какой-то страх свой преодолели и вы сделали какие-то выводы и и эта ситуация она обернулась для вас как-то вот в позитивном ключе то есть здесь такое тоже может быть с другой стороны вот через вот это вот почему-то негативную негативные эмоции вот через какие-то свои страхи люди видят вас чтобы эмоциональная то есть я могу предположить что вот вы как-то может быть предстаете перед людьми и человеком таким уверенным сильным такой знаете железной леди если бы женщина а вот когда вот вы переживаете да вы как будто вы показываете свою вот это вот уязвимость и это нравится в плане того что вот ну вот значит она есть у нее какие-то слабые места да значит она вот ну не такая какой себя все время транслирует да что есть не то же что-то такое человечное что знаете с какой точки зрения что есть и в нас то есть это могут думать так например люди которые смотрят на жизнь через призму там не знаю я жертва дали бы мне что-то лень делать вот они смотрят на на то что чем что вы достигаете ним кажется что это нереально и а когда вы показываете вот свои уязвимые места вот эти вот слабости что вот у вас тоже есть чувство вины что возможно вы тоже тревожитесь они видят вас какой-то свою узнаваемость и чувствует близость того что вот она такая как мы да то есть она как будто бы реальная на настоящее что-то здесь такое почему любят королеву пендакли и вас тройка пендакли потому что с вами вот именно с таким заботливым человеком да хочется что-то строить с вами хочется взаимодействовать и идти в новое то есть вы надежный человек да то есть вы надежный друг вы надежная опора поддержка вот с вами хочется что-то строить да не самому а с вами потому что вы поддержите обогреете накормить и вылечить и да то есть вот приключение что вот главной роли вы играете вы вы все делаете а человек просто но делает то что необходимо это очень нравится как эти качества позитивные вы можете использовать для себя так вот наилучшим вариантом как это можете использовать ну король мечей говорит о том что вы можете выстраивать свою модель поведения да на основе этих качеств то есть использовать их мы сейчас посмотрим каким образом но вот как-то с благостью для себя и каким образом в этом вы их можете использовать но это может стать для вас вашей силой вашей силы для того чтобы быть в равновесии гармонии не знаю если хотите как допустим по манипуляции да если хотите влюбить например в себя партнера человека который вам интересен вы можете использовать эти качества до позитивные вот и вы получите условно говоря того человека которую вы хотите если на борет что-то хотите построить либо если хотите преодолеть какие-то свои страхи вы должны понимать что страх вы сможете преодолеть через что через то что я иду в новый так же как шут у него полное доверие вот поток куда вселенной отсутствие что дай и именно через понимание того что я знаю что я двигаюсь в правильном направлении да со мной если я двигаюсь правильным направлением ничего плохого не может быть то есть здесь вот через какие-то такие мысли и уши то полностью отсутствие страх если вот вам то есть каким образом можете использовать если есть что-то когда вы хотите преодолеть свой страх нужно использовать вот эти вот качество шута то есть через расширение до идти постоянно в новой через улыбку через легкость через юмор ну то есть страшно придумайте страшно потому что есть значимость в этом вам нужно это как-то обесценить для того чтобы обесценить вот эту вот значимость важность что вы придаете этому страху он хорошо нивелируется юмором то есть посмеяться либо я подложить себе как-то соломку через королеву пендакли да то есть через заботу через поддержку самого себя либо создать поддержку благодаря другим людям то есть вот эти вот качество до которые я говорила ранее вы их можете использовать тогда когда вам нужно преодолеть свои страхи либо преодолеть знаете если у вас стоит такая цель в вашем духовном развитии не прийти к такому высокому уровню когда вы живете в соответствии с добродетелями это очень высокий уровень духовности вот эти вот вам качество они помогут особенно качество шута потому что у шута есть весь этот потенциал который вам не обходим для духовного вашего роста вот и где еще вы можете использовать свои вот эти вот хорошие качества с польши в моментальном уровне да то есть выстраивать какую-то свою стратегию поведения на основе и интеллекта вашего да то есть интеллектуально можете использовать либо придумывать что-то какую-то информацию какие-то программы в передаче информации вот там вы можете это использую ну чё что единички я рада я рада классный классная здесь у меня классные сами по себе все молочинки позиция номер два какие качества вас любят другие люди так вы уже три карты как и в первом варианте какие качества ну во первых вы умеете уходить уходить и знаете идти дальше в свое развитие то есть когда умеете оставлять даже если вам это как-то больно неприятно если какая-то ситуация уже не развивается вы можете найти в себе силы пойти дальше также у вас нравится легкость по тройке кубка ваша общительность ваша какая-то знаете такая чистота доброта смех очень звонки такой смех и вообще ваша дружба хочется сказать ваша дружба очень ценится умение принимать абсолютно абсолютно разных людей по характерам от умения дружить вот не идет им менее дружи восьмерка жезлов говорит о том что у вас очень подвижный ум до такой скоростной вы вот нравится возможно то что вы как-то перепрыгиваете в своей голове он начинаете что-то рассказывать и такого четкого повествования последовательно нет вы как будто бы перепрыгиваете с с одной истории на другой вот это очень захватывающее это очень нравится это интересно то есть знаете я бы как сказала охарактеризовала вас как забавного такого человека вот вы вы забавный вы забавный я не знаю как это еще по-другому то есть знаете как-то умиляете вот вы не в какой-то своей открытости наивности детскости умиляете вот своей непосредственностью и вот не знаю куда-то пошли ой забыла надо быстренько домой сходить взять это и вот мы потом пойдем и вот пошли домой взять что-то что вы забыли по дороге вспомнили что надо что-то выключить надо что-то сделать и человек вас ждет допустим на улице вы это знаешь вышли я пошла это потом еще вот это сделала а потом вот это вот и вот это вот какая-то такое знаете вот этот огонек он как будто бы что то есть некая такая детскость и с другой стороны не знаю что такое приятное вопросы вот вы иногда задаете такие вопросы хоть стой хоть умею прям такие они понимаете они не то чтобы детские или какие-то глупые но они какие-то неожиданны то есть вот вы можете хочу сказать только вы можете задать такой вопрос ну я не знаю смотрится например на звездное небо и задаете вопрос а вот так как эти звезды на небе например держится почему они не падают и вот казалось бы блин ну вроде бы простой вопрос и он какой-то такой наивный может быть в некоторой степени глупой а с другой стороны но только вашу голову могло бы прийти задуматься о звездах да как они там расположены либо я не знаю только вы можете например то помечтать а вот представляешь вот если бы мы например жили на другой планете там были вот такая цивилизация начинает что-то рассказывать это так захватывающе это умиляет а с другой стороны хочется сказать блин о чем ты думаешь да здесь такие серьезные вещи там кризис а ты каких-то инопланетян их думаешь вот что-то такое вот это вот очень нравится люди давайте посмотрим почему почему людям нравится что вы уходите и умеете оставлять ценное позади потому что это показать и того что вы идете по аркану смерти вы умеете трансформироваться да то есть вы умеете не знаю это может быть знаете еще умеете оставлять обиды да то есть вы не держите обиды то есть ну ладно обидел человек пришел попросил прощения извинился вы и забыли да то есть допустим если вот это как-то не всплывет сегодня держите обиды вы не держитесь за прошлое вы умеете прошлое оставляет позади то есть то что вот вам причиняла может боль а может быть что-то хорошее тоже умеете оставлять то есть когда надо знаете вот вы можете двигаться вы способны на перемены почему нравится ваша дружба и вообще дружить с вами король педакли потому что вы даете не знаю это каким-то образом помогает людям разбогатеть не знаю почему может быть для кого-то а для кого-то именно появляется желание вашем лице знаете вот спутника жизни да то есть вот не знаю может быть мужчины думают что вот такой женщины я бы хотел жить почему-то вы даете вот это вот легкость легкость вы не обременяете мыслями трудными ситуациями какими-то своими заморочками а вот это вот очень нравится с другой стороны вы даете вот стабильность постоянство то есть вы в большинстве своем находите в позитиве не в негатив позитиве и это очень нравится людям почему нравится вот эти вот ваши скоростной вашу потому что он у людей развивает вот эту семерку кубков фантазия воображение то есть как будто бы воодушевляйте людей на на мечты и на фантазии там не знаю как тут вместе с вами да можно как-то папа папа фантазировать вдохновляете каким-то образом до людей ну-ка еще и вот тоже это аркан перерождением вы меняете как-то знаете сознание человека но как-то мягко через воображение я не знаю вы не как сейчас скажу вы не тот чай который будете учить но вы тот человек который знаете как-то не знаю допустим мужу надо сменить работу да вот вы не будете ему говорили об этом вы будете как вот представляешь вот если бы мы допустим поехали в отпуск да и начинаете так завораживающе рассказывать в конце скажите да ну помечтали и ладно денег же нету да вот если бы ты пошла на другую работу да вот на той работе там бы краски было больше денег вот мог это лето накопили и мы потом бы поехали потом вот пошли как-то так мы и все у нас бы сложилось здорово то есть в принципе ничего не сказали да ну вот как-то вот через вот это вот воодушеврение через эту картинку вы как-то я не знаю замотивировали человек это дальнейшие действия либо там вот чисто вот это вот женские какие-то штучки о том что знаешь вот я представляю вы не будете просить подарок на день рождения вы вы так знаете это не манипуляция это вот какая-то такая женская не знаю какое-то женское качество такое что знаешь вот я увидела одно кольцо и я представила что вот если я его одену вот я буду чувствовать себя как принцесса и потом понимаете через как-то вот через картинки 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 через какой-то вот абстрактное какое-то такое мышление да вы помогаете людям трансформироваться перерождаться где вы можете использовать эти свои качества и в новых начинаниях ту же зла да в своих каких-то желаниях и когда вам нужно найти ответ на вопрос то есть вот эти вот качества до которые вот вы допустим через визуализацию через задавание необычных вопросов когда другим это сдается через легкость вы можете использовать когда у вас есть какая-то сложная ситуация и вы не можете по аркану отшельника найти ответ на свой вопрос вот вы можете использовать визуализацию нахождение ответа либо через задавание каких-то неординарных вопросов самому себе через моделирование возможно реальности да вот через воображение я хочу вот так и буду так и причем вы это не только в картинке видите она живая то есть вы в ней проживаете вы видите себя не как смотритель наблюдатель а как активный участник и участник этой картинки то есть вы очень ярко можете это проживать и тем самым моделировать свою жизнь и кстати это поможет вам в новом начале потузу жезлов то есть выбирать когда вы сначала представили что вы хотите как вы хотите а потом а постоянно выбираете такие ситуации да какие-то свои действия которые приближали по вас вот к этому вашему желаемому вот вам может помочь каким образом вы это все можете сделать семерка пендакли и рыцарь пендакли когда вы отдыхаете когда вы расслаблены и когда вы что-то ждете вот здесь как раз таки есть вот эта расслабленность и ее можно использовать причем не просто разово опоры цели пендакли постоянно постоянно то есть вот как будто вы знаете картинку и каждый раз эту картинку как-то совершенство совершенство то есть вы увидели раз кем хотите либо что вы хотите свою идеальную точку конечная вы вошли в эту картину прожили все пощупали потрогали как будто бы это реально а потом периодически эту картинку дополняете то есть не видите каждый раз одну и ту же картинку а вы когда начинаете мечтать вы ее совершенствуете например если там в вашей картинке идеальные было там идеальный дом вы вошли в него там увидели свою свою например гостевую до или кухню то в следующий раз вы увидите уже например там не знаю спальню либо в ванну да как вы принимаете наполняете ванну горячей водой там пены и там цветы и свечи музыка все такое вот это вот все проживаете это поможет вам вообще в реализации ваших желаний вот так вот вы можете использовать свои качества так так двоечки красавицы моим смотрим так не забывайте приходить на блиц консультации в разделе сообщества по пятницам я пишу анонс об этом а мы переходим к позиции номер три зелененькому камешку троечки какие качества любят вас другие люди какие качества вас любят другие люди вас вытащу два не знаю так почему-то захотелось но вытащила два император верховная жрица с одной стороны мужские качества уверенность постоянство убежденность в чем-то умение передавать информацию причем так знаете стоять на своем как будто бы знаете даете какую-то директиву но она не обижает на не здесь не как будто бы повелевание до уверенность как-то уверенно умеете говорить умеете отстаивать себя умеете отстаивать границей можете быть лаконичными это тоже очень важно уверенными серьезными ответственными вот прям вот мужские мужские качества здесь идут и одновременно женские по верховной жрицы знаете вот вы создаете какую-то ауру таинственности пассивности иногда кажется что вот глядя на вас да как то вот можно будет не знаю как то в расслабленном каком-то формате вы что-то можете достигать то есть вы как будто бы можете успокаивать свой ум не знаю можете останавливать ход мыслей как-то вот не обращать на этих внимание то есть вот какая-то такая открыто такое состояние вы умеете передавать стальные знания они у вас есть по крайней мере люди это видят вы хороший психолог вы умеете знаете знаете проникать как-то в душу другого человека и видеть те моменты которые ему нужно изменить вот то есть вы оставляете такой след не совсем понятные в душе людей то есть после вас после встречи с вами вас забыть сложно иногда ваша встреча неприятная с вами но лишь потому что вы как-то вот проникли очень глубоко в человека не знаю создана неосознанно и вытащили то что для человека будет в наилучшем варианте если он это изменит увидит заметит не знаю но сам человек воспринимает это через призму негатива может быть вы как-то как-то вы влияете на его жизнь ему неприятно может быть страшно становится вашем окружении что-то вы его видите насквозь но при этом это и завораживает то есть вот какая-то таинственность она завораживает вот так вам тянет этом это и не нравится но в то же время это факт и его остается принять почему эти качества нравится почему нравится император людям потому что вы показываете как можно тройка мечей и восьмерка педакли как можно проработать вот эту свою боль понимаете вы не тот человек который будете сопереживать вы тот человек который русская даете цельные указания вот сделай вот это вот это вот это и все у тебя получится это может звучать достаточно жестко но это эффективно то есть это больно но это помогает вы не вы не будете гладить по головке вы не мягкий человек хотя и попадает верховная женица вы достаточно жестки бываете жестки бываете грубые но предъявить вам невозможно если вы например занимаетесь помогательными профессиями да и работаете с людьми может возникнуть ощущение что вы как-то вот грубый но при этом и и как-то вот больно человек клиент воспринимает взаимодействие с вами не знаю может быть казаться что вы какой-то ну не воспитанный неприятный но при этом они будут возвращаться к вам потому что знают что то что вы делаете это полезно понимает это позже не сразу с вами могут даже даже конфликтовать на как-то вот на вас обижаться обсуждать критиковать но через время приходит к вам и говорят что да надо было тебя тогда послушать ты правильно все сказал все сказала и вот все сделал так как надо то есть вы помогаете узнать человеку у себя лучше свое вот это вот мастерство оточить то есть если вы являетесь каким-то консультантом по продажам вы четко скажете в твоем бизнесе не работает вот это вот это вот это вот это измени и все это больно это неприятно но это работает еще какие качества нравится людям то есть почему почему нравится ваша верховная жрица потому что она помогает людям как-то определиться то есть вы даете какие-то знания тайны о них самих либо вот я говорю высвечиваете вот эти вот страхи то есть что-то какие-то болезненные моменты которые помогают людям в дальнейшем определиться в ситуации и двинуться дальше вы неординарный какой-то такой консультант я могу сказать не похожи вот вас хочется сказать по крайней мере визуально нету вот сострадание сопереживания я не говорю что это так изнутри но внешне это кажется именно так что вот ваш подход он какой-то но строгий вот стройки говорю прям хочется сказать как тренера до спортивные тренера когда доводят человека вот прям спорте до крайности но ты понимаешь что вот именно через эту боль через этот пот труд и становится олимпийскими чемпионами да то есть если выдавать поблажку то не получится ничего вот здесь какой-то такой подход идет но еще раз скажу он вызывает двоякое ощущение у людей им нравится только тогда когда они видят свои результаты при взаимодействии с вами но до того момента пока они увидят они вас ненавидят вот хочется сказать так насколько это даже громко звучит хорошо где вы можете использовать вот эти вот свои качества двойка кубков и аркан эгоизма при работе хочется сказать с людьми либо самим собой когда надо очистить человек от его эго для того чтобы очистить понимаете вот в чем боль то по императору вы показываете даже не человеку а его его эгоизму да что вот так делаешь да и мы будем тебя как-то лишать твоей важности это человеку больно из когда я вам что-то говорю вы его бьете по больному то есть не по самому человеку по его душе а по его эгоизму и вот поэтому там где есть эгоизм вы можете эти качества использовать они они приведут вот к двойке кубков гармонии то есть хочу сказать там где надо очистить вот где есть чистки где есть какие-то ситуации которые надо высветить для того чтобы человек пришел вот гармонии к любви опять таки если это как ни странно если это касается профессиональной сферы то здесь например я не знаю вы работаете с семейными какими-то парами да то есть либо вы вообще работаете с парами и если профессиональная сфера вы работаете с каким-то тандем то есть с двумя с партнерами с людьми не в одиночку человек один приходит человек вам а вот какая-то партность присутствует да люди приходят к вам такие либо для себя если вы хотите использовать для себя когда вам нужно прийти именно к пониманию что такое любовь для этого надо узнать что такое эго как она работает и вот вы вот эти качества можете использовать для себя для того чтобы выявить ваше собственное эго вашу чрезмерность где вы отклоняетесь от золотой середины то есть если вы хотите понять либо люди хотят понять это как 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 находиться в этом балансе и гармонии то вы как раз это человек который может помочь то есть ваше качество способности в этом будут самые идеальные каким образом принципе я уже ответила но давайте посмотрим каким образом вы можете помогать людям через то что передавать им знания по пажу пендаклей и аркан луны вы передаете можете передавать знания можете показывать ценности вообще как будто бы цину цену цену либо стоимость как каких-то качеств так и людей и услуг самих как таковых то есть например если у человека есть гордыня цена этой гордыни какая то что человек может поток потерять утратить то есть каким образом через передачу информации через то чтобы делать какое-то предложение да либо через то чтобы показывать ценность вот вы как-то работаете с ценность с ценностью себя вы очень хорошо можете показывать людям что они стоят вот и через луну через и верховные жрицы через магию и через там я не знаю влияние на людей это гипноз манипуляция нлп то есть влияние на людей либо работа с бессознательным то есть закладывание каких-то необходимых программ не знаю как кодирование вот что-то в таком роде и вот таким образом вот такой у меня был им для троечек расклад аж горло спилось пишите свою обратную связь не забывайте приходить на близ консультации анонсы об этом я пишу по пятница в разделе сообщества на главной странице своего своих каналов причем на обоих каналах вот если папа не попали на один то на другой точно попадете и увидите если подписаны на оба если нет то подписывайтесь на второй канал тоже ссылка на него есть в описании под этим роликом а я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока пока